Всем привет господа, сегодня я расскажу про свою не очень удачную покупку на алиэкспрессе ну на фоне просто колонок, я с прошлого теста их еще не убираю или с будущего, не знаю какое это видео будет до или после есть короче канал вокруг стерео, вы все знаете, и он на сайте там и на канале тоже давно рекомендует такой усилитель для наушников Ayama A5 A-5 нужна эта штука для того, чтобы если у вас наушники мощнее, ну сопротивление выше чем 32 Ом чтобы этот усилитель мог как бы погромче сделать на встроенность звуковой карты не каждые наушники будут играть достаточно громко и при этом качественно то есть важно не просто сделать громко, а чтобы еще при этом качество не потерялось и по сути это как бы, я насколько понимаю ЦАП, внешний ЦАП, который как бы внешняя звуковая карта для наушников, которая еще с регулировкой громкости с запасом у меня наушники обычно, на которых я все это монтирую там на компьютере эти все видео со звучанием 32 Ом, им в принципе хватает той звуковой карты, какая у меня есть то есть ему 0204 старая, такая как у сталкера примерно но на некоторые наушники, типа там 250 Ом, допустим KGK612 не хватает громкости у ему 0204 ну как бы только-только там, хотелось бы погромче ну и вообще хотелось бы что-то нового такого послушать в общем я посмотрев канал вокруг стерео, ну точнее вспомнив уже через год там, что был какой-то такой ЦАП рекомендуемый, он до сих пор продается на Алиэкспрессе, стоит он по-моему тысяч пять, но я про это задул я такой вот в прошлом году вспомнил, был какой-то ЦАП, может посмотреть, что он там, да что за ЦАП такой на Алике зашел, а ЦАП этот, почему Александр его рекомендует? потому что он говорит, что те компоненты, которые туда поставлены, какие-то там операционные усилители или чипы какие-то, они очень крутые в зарубе, ну там в европейской технике, в американской никогда бы вы за пять тысяч такой не купили там бы это стоило, не знаю, в четыре раза дороже минимума а здесь всего за пятерку вы получаете такие высококачественные, дорогие технологичные штуки в этой коробочке, да, в этом усилителе для наушников, вот, ну я это все вспомнил, пошел на Алиэкспресс смотреть и невнимательно, к сожалению, смотрел и смотрю, написано вроде Аяма, вроде какой-то А, что-то А там, да и смотрю, цена вроде интересная, там, две пятьсот, думаю, о, нормально взял, купил и потом только, когда они пришли или что, я понял, что вот вот, кстати, вот коробка бумажки короче, я понял, что я купил не то, что я лох потому что я купил Аяма коробка я купил Аяма А2 вместо А5 а это совершенно другая вещь, так как она в два раза дешевле там вообще совсем все другое ну вот у нас тут USB кабель в комплекте какой-то там коаксиальный кабель в комплекте бумажки USB кабель подключение и вот сам вот этот вот аппарат ну он выглядит такой красивый, маленький такой ну я просто подумал, типа, за две пятьсот, там, ладно, что-то так хвалят его а потом-то понял, что купил не то совершенно не то тут совсем все другое, ну хотя внешне он, как бы, может, что-то похожее, но это совсем все другое и вкратце, ну что у нас тут, смотрите у нас тут регулировка баса, регулировка высоких регулировка громкости выход на наушники и переключатель входов USB оптический, там, коаксиальный сзади выход а, подождите это даже выход на колонки, наверное я, кстати, ни разу колонкам не подключал то есть тут реально можно и выход на наушники и выход на колонки можно включить ну, это входа, вот это питание, это входа, коаксиальный, оптический USB все бы ничего, да, но штучка такая ну ладно, допустим, это не A5, не тот самый аудиофильский, там, какой-то A5 хотя он, Александр говорит, что этот A5, он все же не настолько крут, как наушниковый выход в профессиональном усилителе, там, в каком-нибудь дорогом стационарном но для использования, когда у тебя стационарный усилитель, ты что, будешь все время гонять когда ты сидишь за компьютером, удобнее использовать что-то такое портативное пусть даже немножечко в ущерб звучанию, как бы вот, в общем, я вот эту штуку купил, и что хочу сказать, что она полное фуфло конечно, A5, я уверен, она звучит хорошо, но она стоит в два раза дороже вот эта штука за 2000 она, я втыкал в нее наушники, компьютер подключал через USB настолько ужасно звучит, пацаны, это хуже, чем любая встроенная звуковая карта может быть эта штука, я не знаю, не прогрелась еще или что, может ей там нужно поработать там ну, я, может быть, вечерок ее погонял это самое днище, то есть это даже вот даже на каком-то удаленном компьютере просто где-то так использовать, и то вряд ли захочется, потому что, ну, это просто ни о чем звучит не то, что, даже я не говорю про ту, которая у меня есть, и M0204 тут вообще сравнений нет с этим но вот эта штука китайская звучит хуже, чем встроенная звуковая карта компьютера ноутбука какого-нибудь старого это ужасно да, регулировки там высоких, средних, но это не спасает, и это просто-просто кошмар поэтому такую штуку, я не знаю, если вот зачем ее вообще покупать, если можно просто купить звуковую карту, ну, обычную какую-то на компьютер, хотя бы так ну, здесь регулировка вот этих вот тембров и громкости однако качество звука такое, что если где-то использовать такую фигню, то ну, не знаю, бабушка попросила что-то, например, чтобы регулировать громкость на наушниках на своем компьютере, вот типа такого вот такой вариант еще прокатит, то есть бабушке или дедушке будет все равно как оно звучит, скорее всего а любому более-менее даже не обязательно быть каким-то там аудиофилом это слушать невозможно, так что покупайте, может быть, А5, но только не А2 А2 это капец